Во-первых, надо не забывать, что Сноуден — идиот, абсолютный, если, конечно, Сноуден — это не просто отдельное физическое лицо, потому что, может быть, это все-таки очень хорошо продуманное мероприятие, олицетворением которого является вот этот вот придурковатый малый, который пошел, мягко говоря, в разведку, и вдруг выяснилось, что, оказывается, разведка занимается разведывательной деятельностью. И он очень сильно удивился, что в разведке занимаются делом. Ай-ай-ай-ай, какой кошмар! Интересно, а он думал, чем там занимаются? Какие сведения он имеет, мы не знаем, но то, что он огласил, не составляет абсолютно никакого секрета. И единственное, для чего он, в принципе, может быть нужен — для того, чтобы чуть-чуть потеремить в мировом пространстве определенную категорию разных людей, сидящих на разных постах, типа министров иностранных дел и президентов. Для тех, кому нравится играть в подобные игры, Сноуден, в принципе, хороший помощник. Во внешней политике принято друг другу делать гадости. Сноуден в этом отношении замечательная гадость. Ничего интересного он не представляет из себя сам, его тайны не представляют абсолютно никакой тайны, потому что известны всем давно и довольно скрупулезно. Но некоторые страны действительно приняли этот пас и начали как-то неумело отыгрывать по этому поводу свой сценарий. Ни у кого толком не получилось. Для нас и для наших отношений с Америкой существует ведь официальная вывеска «Америка нам враг». Существует неофициальная вывеска «Боже, спаси Америку». Потому что единственное, что нас еще держит в состоянии стабильности — это заинтересованность американцев в нам. Как только американцам мы надоедим, нам крышка. Вот до тех пор, пока они с нами возятся, нас держат на плаву, мы еще можем позволять себе какие-то рывки и плевки в их сторону. Ну, в данном случае мы, например, польем покормящую руку. И Сноуден в этом отношении для нашей легальной внутренней политики… Да, действительно, ура, поймали такого классного шпиона, сейчас мы нагадим американцам. В действительности все с точностью да наоборот. Нафиг он никому не сдался. И в политическом плане он не играет никакой роли. А наши отношения с Америкой, к счастью, не зависят никак от того, есть Сноуден или нет. И у нас есть определенный баланс тех, кого мы бы мечтали убить, и они сидят в Америке. И теперь появился еще один довесочек с американской стороны. Это никак не влияет на курс, в котором наши страны в унисон плывут.